Зачем Турция сбивает российский военный самолет? Версии и догадки высказываются разные. Так, например, агентство ТАСС приводит мнение заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина. Он считает, что Турция, цитата, «обиделась за удары по бензовозам», имеется в виду уничтожение силами российской авиации каналов ИГИЛ по нелегальным поставкам нефти. Храмчихин отмечает, что радиолокационные станции Турции постоянно контролируют ситуацию в сирийском воздушном пространстве, наблюдают за полетами российских самолетов, но на уничтожение одного из них Анкара пошла только сейчас, после того, как Минобороны России сообщил об уничтожении 15 объектов хранения и переработки нефти, а также 525 автоцистерн. Эксперты говорят, что бензовозы эти использовались ИГИЛ для транспортировки нефти в Турцию. При этом в блогах муссируется тема, что большую роль в нефтяном бизнесе Турции якобы играет один из сыновей президента Реджепа Эрдогана, Билал Эрдоган. Павел Матвеев подробнее. Су-24 выполнял боевую задачу в Сирии и упал на территории Сирии. Даже если бы он действительно зацепил турецкое небо, для того, чтобы его сбить, нужно было очень хотеть его сбить. Случаев, когда военные самолеты одной страны задевают воздушное пространство, другой в истории великое множество. Случаев, когда эти самолеты сбивают наперечет. Бескрайней необходимости этого стараются не делать, ограничиваясь гневными тирадами и вызовом послов. Сами же турки так и поступили в начале октября, когда российский истребитель в самом деле оказался в воздушном пространстве соседней страны. Что же за крайняя необходимость появилась у президента Эрдогана с тех пор? Давайте сразу выведем за скобки разговор о том, что это могла быть некая случайность или спонтанное решение турецких военных. Это не спонтанное решение. Это решение не только оперативно-военное на тактическом уровне, но что оно принималось на политическом уровне, потому что такого рода согласования не могут пройти мимо руководства страны. Какую-то неделю назад, принимая саммит 20-ки у себя в Анталии, президент Эрдоган широко улыбался президенту Путину, как и другим мировым лидерам. Ответ на вопрос, что с тех пор изменилось, подсказывает график встреч этих самых мировых лидеров, а конкретно французского президента Оланда. Вчера он встретился с британским премьером Кэмероном, сегодня прилетел к американцу Обаме, завтра поговорит с канцлером Германии Меркель, а послезавтра с результатами всех этих бесед приедет в Москву. Речь везде идет и будет идти о создании единой коалиции в Сирии для борьбы с ИГИЛ, запрещенной во многих странах, в том числе в России. Эта борьба, как все уже, кажется, поняли, в общих интересах всех этих стран, всех, но не Турции. Турция спасает ИГИЛ. Я думаю, что это единственный диагноз данной ситуации. К сожалению, турки сделали немало в свое время для дестабилизации ситуации в Сирии. Действительно, комплекс вот этой Османской империи, он крайне активизировался в Турции после прихода нынешнего руководства. Турки откровенно рассчитывали получить свою долю влияния в Сирии, а может быть вообще установить там в итоге подконтрольный себе режим с уходом Асада. То есть Турция была заинтересована в ИГИЛ как в инструменте решения собственных проблем. Нынешнему поколению турецких политиков не привыкать противопоставлять себя кому угодно, демонстрируя зубы то Западу, то Востоку. Мол, Анкара никого слушать не будет, а будет делать то, что ей нужно. Сейчас ей нужно сорвать коалицию, а самый легкий способ это сделать — внести раскол между Россией и Западом. Вообще Турция не пошла бы на такой шаг, если бы не чувствовала, что за ее спиной стоит альянс НАТО. И Турция, как один из его членов, понимает, что находится под серьезной защитой. Поэтому это вопрос еще, конечно же, и к руководству НАТО, которое все последнее время немножечко подзуживало Турцию и как бы намекало, что Россия, несмотря ни на что, вроде с одной стороны, наши партнеры в борьбе с терроризмом, а с другой стороны, это наш возможный противник. НАТО теперь срочно собирается на внеочередное заседание Совета Альянса решать, что делать дальше. Естественно, последние события отразятся и на ходе переговоров Аланда с коллегами. Как именно, выяснится очень скоро. Ситуация меняется быстро. Павел Матвеев, Анна Заякина, Юлия Заграничного, Первый канал.